МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ледоход на Волге весной 1918 года начался примерно в те же дни, что и обычно. Мимо города, в котором в конце октября прошлого года установилась советская власть, плыли льдины в перемешку с бревнами, оставленными кем-то на Волге санями и хламом, и мусором. Вот скоро и навигация ждали самарцы. И снова можно будет сесть на пароход вечером здесь, в Самаре, а проснуться совсем в другом городе. Никто из них еще даже не мог догадываться, что их ждет с началом лета. Еще на закате мерцали. Но вот почернело до ужаса, и все в небесном Версале горит, трепещет и кружится. Да, еще совсем недавно самарцы, как и весь прочий волжский люд, привыкший к тому, что днем и ночью по Волге вниз и вверх ходили пароходы с самыми невероятными красивыми названиями. Спешили сюда, чтобы отправиться в Нижний, или в Рыбинск, в Астрахань, или в Саратов в гости. Но теперь та же самая ласковая Волга превратилась в грозную реку. В середине июня стало известно, что, воспользовавшись замешательством среди большевиков, сверху к Самаре прорвались два парохода. Между прочим, прибывшие на них рассказали, что возле Казани и Симбирска скопилось огромное количество пароходов, которые не пропускают дальше. По словам их пассажиров, на Волге скопились целые плавучие города в 30-40 тысяч жителей. Возбуждение среди жителей этих городов против большевиков растет не по дням, а по часам. Некоторым пароходам большевики разрешили спуститься вниз, до Ставрополя, где предполагалось скопление войск Красной Армии. Однако пассажиры утверждают, что ни в Ставрополе, ни в других местах у большевиков сил нет. В Ставрополе скопилась огромная масса пассажиров, но большевики не разрешили им выйти на берег, опасаясь, видимо, нападения с их стороны. Только несколько пароходов сумели прорваться до Ширяева, где пассажиры вышли на берег и, немного отдохнув, уже на лодках спускались вниз, к Самаре. 14 июня 1918 года самарские газеты опубликовали следующее постановление военного штаба, имеющее непосредственное отношение к Волге и ее новой военной жизни. Внимание! Военный штаб Народной Армии постановил, что все суда речного флота, как стоящие, так и приходящие, должны быть взяты на учет военным штабам, которые просят комитет членов учредительного собрания предоставить ему право исключительного распоряжения пароходами в целях обороны. 19 июня из Самары в Симбирск отправился пароход «Тургенев», на борту которого находилось огромное количество пассажиров. Но дошел пароход только до Новодевичьего, где был обстрелен большевистскими войсками. После этого пароход был пропущен дальше. Но дошел он только до Сингелея, где вновь был встречен пулеметным и артиллерийским огнем. Жертвами этого обстрела стали около сотни пассажиров и часть команды. Перепуганные пассажиры покинули пароход и пешком пошли в сторону Симбирска. А уже несколько дней спустя вверх от Ставрополя вышли вооруженные пароходы штаба Самарской речной охраны. Но не дойдя до Климовки, они были встречены пулеметным огнем, на который ответили артиллерийским. Пройдя еще по Волге, они встретились с двумя вооруженными артиллерией, пароходами противника, которые были обращены ими в бегство. Но дальнейшему продвижению пароходов штаба речной охраны препятствовала непрерывно стрелявшая артиллерия, которую тоже удалось заставить молчать, но далеко не сразу. Все берега этой местности по ходу движения пароходов штаба речной охраны были очищены от неприятеля, писали газеты. Усиленная очистка верховьев Волги от войск противника будет продолжаться и дальше. Расстрелянный Тургенев и обратившиеся в поспешное бегство пароходы противника. Сотня погибших с одной стороны и другая сотня с другой. Новости о боях на Волге в эти летние дни 1918 года так часто нагоняли и перебивали одна другую, что газеты просто не успевали разобраться, что к чему, и печатали подряд противоречащие друг другу заметки. Как это было, например, в одном из номеров «Вечерней зари» от 28 июня 1918 года в рубрике «Самарская жизнь», которой были помещены заметка о том, что ввиду того, что большевики в высшей степени жестоко расправляются с пассажирами пароходов, как это было на днях с пароходом Тургенев, оперативный штаб решил не давать пропусков. Пароходом в зону, занимаемую большевиками. И здесь же была опубликована другая заметка о восстановленном движении пароходов между Ставрополем и Сызранью. Газета также сообщала, что курсирование пароходов будет расширяться по мере увеличения территории, очищенной от Красной армии. А Красная армия тоже не спешила сдавать свои позиции, вгрызаясь в Волжские берега и хватаясь руками и ногами за ту самую Волгу, по которой еще совсем недавно, всего несколько лет назад, на одном из тех самых пароходов плыл, сам не знаю куда, влюбленный в Дашу Булавину Телегин. Но теперь это был другой Телегин и совсем другая Волга. Вот пароход подошел к левому берегу Волги. Бросили трап, и на борт поднялся командир пугачевского отряда «Захаркин». А за ним шестеро партизан, одетые крайне живописно. Выцветшие поленялые рубахи с расстегнутыми воротниками и перепоясанные пулеметными лентами. На ком-то из них были валенки со шпорами, на ком-то лапти. Когда ночь переломилась, небо потеряло бархатную черноту, а за рекой закричали петухи, по воде громко зашлепали колеса. Люди вскакивали с просонок, не понимая, что происходит. Но вот вода закипела, и пароход, обогнув остров по коренному руслу, быстро побежал на город. где желтели огоньки. Теперь крики петухов раздавались еще громче. Отскочив по палубе, ударила пушка, и разрыв эхом отозвался в горах. Потом блеснул второй разрыв, который ударил куда-то в то место, где желтели огоньки. Хвердин метался по палубе и кричал «Залпами! Залпами по сволочам!» С борта выстрелили беспорядочным залпом. Хвалынский берег быстро приближался. Бомбардир аккуратно зарядил и опять выстрелил. Было видно, как полетели щепы от какого-то сарая. Теперь отчетливо рисовались очертания деревянных домов, сады, колокольни. Внизу, на пристанях, начали вспыхивать иголочки ружейного огня. И вот то, чего опасался Телегин, раздалось. Отчетливо, торопливо застукал пулемет. Привычно поджались пальцы на ногах, как будто во всем теле сжались сосудики. Телегин присел у пушки, указывая бомбардиру на длинное строение на полугоре, попытаясь-ка попасть вон в тот угол, где кусты. «Эхе-хе», сказал бомбардир, «домик-то этот хорош! Ну да ладно!» В третий раз ударила пушка. Пулемет на минуту затих и застучал в другом уже месте, выше. Пароход крутым поворотом подбегал к пристани. Высоко, к трубе, по мачте, резануло. Пулями. Прекращение движения пароходов, вызванное обстрелами с берегов и боями на воде, не замедлило сказаться на повседневной жизни города и на торговых операциях, многие из которых сошли на нет. В связи с этим Комитет по водному транспорту прилагал все усилия к тому, чтобы вновь расширить движение пароходов по зоне, очищенной от большевиков. В начале июля газеты сообщили о восстановлении ежедневного пароходного движения между Ставрополем и Сызранью. При этом уточнялось, что из Ставрополя пароходы отправляются в 12 ночи, а из Сызрани в 11 часов вечера. Для передвижения из Ставрополя в Сызрань пассажирам предлагали воспользоваться услугами парохода благословенной. Волга писали газеты уже почти полностью разгружена от пассажиров застрявших в Самаре. Сегодня 3 июля из Самары пойдет вверх пароход порт Артур, который должен добраться до Нижнего. Если, конечно, он не встретит препятствий со стороны красноармейцев. А вот взамен большевистского правления водного транспорта был избран новый руководящий состав пароходства, в который вошли инспектор Ефимов и пароходовладельцы Лобастов и Федосеев. Вот только руководить им остается совсем недолго. Всего лишь до начала октября, когда в Самару снова войдут те самые красноармейцы, которые совсем недавно обстреляли Тургенева, бороздившего волжские воды возле села Новодевичье. Где-то как жар валюты на самой глухой из орбит солнце кровавым малютой отрекшееся скорбит. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова